В первый день нового научного года Лукашенко и его ближайшие поплечники массово наведывали научные установки. За наш счет они производят почти треть мирового богатства. Мы, наверное, сосиски бесплатно прошли. Самая главная задача – это воспитание патриотов. Сам Лукашенко встретился с витебскими студентами. Это испытание анонсовали как открытый микрофон, даже с незручными вопросами. Если вы не согласны с чем-то, если вы чего-то не понимаете, так вы откровенно спросите. У Беларуси у зору 2024 года гетагучыць, як заклик доброахвотно отримать, пранамси, 15 суток у изоляторы. Три годы тому, подчас уручэння диплёму на юрфаку БДУ, студентка Катярина Віннікова подзякавала репресованым выкладчикам. Лаевский поклон Елене Владимировне Лаевскому. Лаевскую ранее звольнили с працы. Так само студентка подзякавала юристу и политвязню Максиму Знаку. После этого на девчонку склали администрационный протокол за несанкционованный митинг и просудили 15 суток. Поэтому этим разом было иначе. То есть, как мне расположить мою бабушку, чтобы она все-таки начала принимать от меня гостинцы? Я очень этого сильно хочу. Как показал протягу встречи, этот митинг оказался целком санкционованным. Лукашенко уже видел детали про студентку, которая взялась спонтанно задавать ему вопросы. Передайте своей бабушке, чтобы она не отпихалась от вас. Я знаю, что вы очень небогатая студентка. Откуда Лукашенко знал, что перед ним небогатая студентка-сирота? Причина простая. У всех этих вопросов и план встречи он получил ответственность. Он сам про это случайно сказал на начале встречи. Я дважды прочитал ваши вопросы вчера и сегодня утром. Но то, что вопросы были ответственность и выученные на память, было очевидно и без его признания. А как думаете вы, уважаемый Александр Григорьевич, отличается ли уровень подготовки специалистов в региональных и столичных вузах? Ведь большинство ребят уезжают в столицу, чтобы там учиться и жить. Часом Лукашенко отказывал навод на вопросы, которые ему еще не успели навод задать. Тут у меня вопрос вперед был про гаджеты эти. Есть ли у меня мобильный телефон? Нет и никогда не было. Но были и вопросы у лоб. Без подрыв толки, как это. У меня только один вопрос. Как вы все успеваете? Это ректорка Витебского государственного университета Валентина Богатырова. Она так сама шмат, что поспевает. Вот так было в разгар студентских каникул. Богатырова святковала 30-ю годовину инаугурации Лукашенко. В праздничный для всей страны день студенты, преподаватели и работники ВГУ вместе с жителями города и области приняли участие в масштабном флешмобе на площади Победы, выстроившись в одно большое живое сердце. Четыре года тому Лукашенко призначил Богатырову ректоркой Витебского государственного университета. И она, этот довер, отплочивая с полна. Но все вас за границей называют. Неизменно, как батька. А маль у каждого вида, где является Богатырова, она хвалит Лукашенко и признается ему у отданности. Я уверена, что сила за правдой, факты на стол и за батьку. А коли это батькова правда разыходится с фактами, то горж для фактов. Лучше жить где-то немножко беднее. Ну, совсем вот бедно, как мы живем. Бедные, бедные, мы ниже, обездоленные. Чем воевать, как это у нас происходит за пределами нашей страны. Лукашенко забылся додать, что война, когда между Беларусью, это и его отказность, как соагрессора, разом с путинской Россией. Это Лукашенко дал территорию Беларуси российской армии для наступа на Украину. А после четыре месяца российцы обстреливали украинские города с беларуской территории. А теперь горы Украины, до которой он прикал руку, Лукашенко выкористовывает к оправданню, чему беларусы живут беднее, чем соседи. В Польше, Литве, Эстонии и Финляндии так само нет войны. Но они и живут богатее, чем беларусы. И там лидерам не доводится бегать за автоматом, чтобы оборониться от протестов своих граждан. Без узгадок, травматичных для Лукашенко 20-го года, сегодня не обуходится а не водный и агонный публичный выступ. Автоматы в руках – это уже дело. Но мы же ни у кого не стреляли. На жаль, стреляли и забивали. Под час протестов от кулев силовиков загинули Александр Тарайковский и Геннадь Шутов. После затримания силовиками загинули Александр Вихор и Роман Бондаренко. Уже за кратами померли шастера политвязни. И это только огульно вядомые факты. В Витебске отбылся первый открытый микрофон Лукашенко со студентами. Зараз тое самое протягивается и у инших в НУ. И нема сумнево, что атмосфера в острых пытаннях заховается. Могли бы вы поделиться опытом, немного поделиться рецептом вашего любимого блюда в ваши студенческие... Я тебя разочарую. Ничего удивительного. Молочный суп. Молочный? У некий момент склалося уражение, что сум настало навыц самому Лукашенко. И он почал наракать на тое, что в зале нема огонька. Я говорю, что ни одного оппозиционера в зале. Но хотелось, чтобы они были, чтобы мы обсудили и вопросы неудобные. Асян Григорьевич, такие были вывезены на первый турслет в лес в сентябре 2020 года. После протеста в 2020 году у Ладову серьезно взялись за молодость. И они сами открыто признаются, что школа теперь больше про выховывание патриотов. Таких, яких хочется и они. Поэтому выросло значение идеологии. Учитель – это человек президента. И первого вересня показывает, что они вельми боятся паутору 2020 года. У День ведау ближайшее отношение Лукашенко проводили визиты у разные научные установы. Правладные СМИ самую великую вагу одвяли тем, где выховываются будущих силовиков. У Могилеве лицей МУС наведау министр Кубраков и наместница керавника администрации Лукашенко Наталья Пяткевич. Очень много именно ребят, которые стремятся служить своему Отечеству профессионально. Прокуроры по всей краине приняли удел в врачистых линейках, присвященных Дню ведау. Ен-прокурор Андрей Швет открывал класс правовой накераванности юный прокурор у Гомельской гимназии. «На вас, стоящих в этом строю, мы возлагаем большие надежды» – это уже цитата министра обороны Хренина у Суворовской учебни. Керавник Палаты Простовникова генерал-майор КДБ Игорь Сергеенко с такой же надеей открывал школу «Сад» в Витебске. Эта школа станет своеобразным таким современным центром обучения, центром патриотического духовно-нравственного воспитания. И куда же без Натальи Качановой? Правая рука Лукашенко открывала гимназию Менску. Правда, никакого отношения к строительству этой гимназии она, зрозумела, немае. Все это строилось за гроши беларусов. Качанова старшиня Совета Республики. Але гэта не перешкодила ёй проинспектовать школьную столовку. Але не хлебом одзіными кажуть – живе чалавек. Вы молодцы. Любите нашу страну. Нашу страну – очень хорошую. А как она будет в дальнейшем, зависит от вас. И не треба сумнявацца – гэтае визитёры поклапотятся, каб деце любили свою краину мяновіта такой, якой хочуть бачыць Беларусь гэтае дорослая тёця и дядя. Вельми часто – у пагонах. А той, хто не згодны, хай затиская зубы, як каже Лукашенко, и отремлевая задовольнение. Продолжение следует...